Жители округа беспокоены тем, что один из участков дороги Наринмар-Красная перекопан и тяжелая техника затрудняет проезд легковых автомобилей. Беспокойство жителей напрасным, заверили нас в дирекции транспорта. Сейчас на проблемных участках дороги ведутся работы, направленные на безопасность самих автомобилистов. Наша съемочная группа выехала на место событий и выяснила, как проходит ремонт дороги. Любовь Пермякова расскажет подробнее. По дороге из Наринмара в Красное можно встретить несколько единиц тяжелой техники – экскаваторы, трактора, самосвалы. Сейчас на некоторых проблемных участках полным ходом идет ремонт. Как вы видите, очень ограниченная видимость. Даже высокая машина стоит, КАМАЗ, и тоже она скрывается за бугром. Чтобы исключить встречных лобовых этих самых в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий, мы уполаживаем вертикальную кривую. После окончания работ дорога будет укреплена, проведена будет стабилизация грунтов. Дорога будет иметь пригодное вполне рабочее состояние. Параллельно с выравниванием оси специалисты окружного предприятия Наринмар-Дуримстрой проводят ремонт размытых и разрушенных участков. Укрепляют откосы и обочины, фрезеруют и выполняют ряд других работ. Здесь, как вы видите, происходит замена грунта. Мы убираем глину и заменяем ее на песок. Потому что глина имеет свойство пучиниста. Когда она насыщается водой, после того, как идет мороз, происходит разрушение верхней части покрытия. Для ремонта сложных участков окружные дорожники успешно внедряют современные технологии, в том числе с применением полиферизаторов. Проще говоря, химической добавки для стабилизации земляного полотна. Начиная с 2007 года, в России при использовании данной технологии построены и отремонтированы участки автомобильных дорог в Московской, Свердловской, Челябинской, Нижегородских областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане и других регионах. С применением современных материалов в прошлом году отремонтированы несколько участков дороги Наринмар-Красная. Поднимается существующий грунт и туда добавляется химическая добавка. После этого она опять перемешивается и после уплотняется катками. В чем преимущество перед другими способами, после прокатки катков можно практически сразу пускать движение. Чем больше движение, тем больше укрепляется. Когда первоначально в том году она сдавалась, уплотнение здесь было 145 единиц, после того, пока походили катки, мы достигли 210. То есть, чем больше по ней машины ездят, тем крепче она становится. По словам Александра Каспарова, существенный плюс применения полиферизаторов – их стоимость. Ремонт одного километра дороги по новой технологии примерно на 30% дешевле, чем с использованием щебеночного покрытия. Благодаря такой экономии в прошлом году удалось отремонтировать около трех километров дороги вместо двух запланированных. Еще одно преимущество нового метода – срок службы верхнего слоя. Он составляет 9 лет, что почти вдвое выше, чем традиционное асфальтовое покрытие.